привет и добро пожаловать на мой канал сегодня хочу вам показать свои пустые баночки начну с очередных вот этих вот cotton pad of покупая их в лиды ли они дешевые хорошие принципе постоянно их показываю что покупках что в пустых баночках вот очередные у меня закончились они прошиты хорошо здесь вот видите даже можно отсюда их выбирать но я как-то вот сверху привыкла их выбирать у меня ребенок тоже пользуется ими они здесь вот 140 штучек они дешевые и очень даже хорошие закончилась у меня вот такого такая умывалочка закончилась от бренда fresh это у них такой знаете хит продаж действительно классная умывалка я прям вот вам рекомендую ее попробовать она очень хорошо смывает именно макияж с глаз то есть не как умывалку я ее вам рекомендую а как средство для снятия макияжа очень хорошо справляется именно с тушью поэтому я сама буду себе приобретать полноразмерку классное средство на такое гелевая и прекрасно просто смывает косметику такого серум у меня тоже закончился попался на меня тоже в коробочке от glossy box 15 миллилитров здесь вот именно такой неоцинамидовый серум для покраснений высыпаний каких-то прищечка в действительно хорошо справляется этот бренд джор гобби джор гобби не знаю как правильно произнести но средство хорошая сером действительно хороший он действительно знаете так вот как если у вас какие-то прищечки есть тону в принципе как и любое знаете средство с неоцинамидом она будет с этим справляться с высыпаниями поэтому ну в сером мне понравился именно как для борьбы с прищечками уже закончился вот такой вот гель для тела знаете вот вы его разносите на тело оно такое получается как крем сразу же вы видите а потом она моментально просто впитывается просто очень быстро впитывается конечно расход у него большой у этого средствия сказала бы я не скажу что как-то я его могу выделить на фоне каких-то других средств аромата у него абсолютно никакого нету дает ли он какое-то увлажнение лучше чем другие крема нет поэтому не знаю я лично ничего вообще не заметила в этом креме единственное что значит как-то интересно вы его наносите но как будто бы как но она не вспенится не вспенивается она такой прям крем сразу такой виден потом моментально раз он и пропадает то есть впитывается в кожу ну и все как бы больше как этого выделить ну не могу не могу сказать что он как-то вы знаете лучше чем другие или хуже чем другие он вот как-то никакой закончился вот такой вот пробничек от малин энготис не давали в подарок в принципе крем для лица и крем то есть я не могу как-то выделить что-то особенного в нем нету просто увлажняет но это я знаете не скажу что вот я заметила что какое-то такое экстра увлажнение дается просто вот самый обыкновенный крем поэтому как-то выделить допустим или советовать его точно не могу кончился вот такой рыбий жир от бренда мюллер я покупаю всегда его ребенку когда в латвии очень хороший рыбий жир я покупаю именно с лимонкой чтобы приятно было пить чтобы потому что если без лимонки или без каких-либо там бывает ягодные вкусы его знаете ну как и рыбий жир немножко неприятно пить то вот когда с лимоном очень нормально приятно пить и и спокойно можно как говорится употреблять этот рыбий жир когда-то в свое время его рекомендовал дерматолог именно вот этот бренд поэтому вот с того момента как она рекомендовала мы всегда покупаем именно вот этот жидкий рыбий жир для ребенка покупаю вот она пропивает этот рыбий жир закончился у меня вот такой крем от бренда эламис про коллаген он у меня был в коробочке красоты от глосси бокс люблю этот крем уже рассказывала про него классный крем очень хорошо увлажняет питает кожу он не сказать что дешевый но он если брать бренд эламис не из самых дорогих тоже классный крем ничего сказать не могу я им пользовалась когда мы ездили в германию я его использовала как на утро так и на вечер лицо увлажненное никаких не высыпаний ничего нету в общем классный крутой крем закончился мой карандаш для бровей от анастасии beverly hills в оттенке чоколад я всегда его покупаю всегда его покупаю для работы так мой любимый карандаш другой но этот очень удобно использовать потому что быстро здесь вот с другой стороны такая щеточка я ею не пользуюсь он удобен тем что его не нужно точить и это мой такой вот оттенок можно сказать вот поэтому мне нравится я обычно дожидаюсь когда скидки и покупаю сразу же несколько таких карандашей потому что он быстро заканчивается но он знаете как раз таки мне нравится по цвету хорошо подходит мне вот и удобен в использовании и капсула у меня закончились были они у меня в коробочке глосси бокс за июнь получается want you naked бренд называется это такие антивозрастные капсулы здесь три капсула одной капсула как говорят хватает на 6 использованиях даже хватает и на больше все зависит от того как вы хотите использовать вот так вот выглядит видите вот специально оставила вам показать так вот выглядит эта баночка в небо такая жидкость это просто как водичка вы ее вот так ломаете и я ее переливала в баночку потому что как-то не очень удобно знаете вот так вот ее открыто держать в течение допустим недели и использовала не люблю я такого типа использования знаете такой водички этого я переливаю в баночку эту водичку знаете туда-сюда катается не скажу что что-то заметила но и не скажу что что-то вообще непонятно что нет она вроде она может быть и увлажняет вот как водичка вы нанесли и ничего не понятно на утро кожа выглядит хорошо скажем так но я не скажу что вот я допустим это заметила потому что я использовала вот этот продукт он вообще какой-то вот не знаю вот вы нанесли эту водичку эта водичка относительно быстро впиталась и все то есть ну она не стягивает кожу но и не скажу что она как-то ее увлажняет да и вот я чувствую какое-то действительно какое-то увлажнение насыщение кожи но в летний период знаете такой как будто бы вот какой-то сером вы нанесли это сером наверное чуть поплотнее здесь просто такая как водичка поэтому ну я бы допустим не покупала бы это закончился вот такой скраб от кристофа робин мне кстати понравился этот бренд у него очень приятный аромат вот даже вот этого скраба это очищающий скраб на проблема в том что я не любительница таких средств потому что вы наносите на голову это неудобно втереть ну только если у вас лысая голова да ну смысле не лысая голова вас нету допустим волос да и тогда да тогда это легко потому что такое как скраб на тело когда волосы то это нормально все не скрабируется да это все в какую-то одну сторону забивается поэтому не мои это средства правда вот вы нанесете и только с прикосновения водой все все это такое тает получается и быстро смывается нет никакого маслянистого какого-то неприятного ощущения нет в этом я не могу ничего сказать но это на ну хотя бы как минимум короткие очень волосы может знаете такой под ежика в общем скажем так точно не на длинные волосы а так очень приятный аромат ну сказать что он что-то делает не могу но потому что это же ну не мои средства так использовать использовала как бы и да но неудобно эти все скрабы для волос для кожи головы так называемый все это неудобно пользоваться этим тоже в коробочке красоты от госи бокс такой вот у меня была такая маска была от бренда в я парадокс неплохая кстати маска действительно волосы хорошо расчесываются после нее и они не остается вот этот объем потому что очень часто средства которые как-то увлажняют волосы или дает легко их расчесывать то как правило они такие знаете делают волосы тоненькими и как будто бы пропадает объем то с этим средством объем с этой маской объем не пропадает и они легко расчесываются хорошая могу рекомендовать этот эту маску действительно неплохая кончился у меня такой вот ночной крем для лица от дома вы косметик покупала я его на выставке красоты в лондоне в прошлом году потому что в этом году не было представлено этого бренда хотя вот из года в год обычно не предоставляет свой бренд но почему-то в этом году его не было здесь он идет на 30 плюс это польский продукт натуральный польский продукт но мне он как-то не зашел 50 миллилитров здесь такая вот помпа которая где-то вот на этом уровне уже перестала у меня работать и мне пришлось просто вот так вот раскручивать и палочкой набирать то есть что он и берется как говорится и где-то там пальчиком выскребать отсюда что не очень конечно удобно но что уж сделать баночку не разрежешь она стеклянная у меня от него были высыпания причем я когда переставала им пользоваться высыпания проходили как только начинала им пользоваться высыпания опять появлялись я тогда начала тоник наносить и уже потом этот крем как-то чуть получше было но вот каждый раз при его использовании какие-то были высыпания поэтому крем мне не подошел возможно он слишком намудренный до по своему составу возможно там есть что-то что не подходит не хотя повторить натуральный состав но как и в натуральных составах тоже есть второе что-то что вызывает какие-то высыпания увлажнял он в принципе нормально его мне кажется на любое время года он подойдет сказать что что-то такого особенного он для меня личный зол только наоборот высыпания поэтому мне он не понравился и больше я его покупать не буду наверное в общем доме не косметику них есть классный серу вот он да он просто вообще конфетка остальное все ну так себе да ну это так мне вообще не можно сказать из всех мне он понравился меньше всего просто потому что у меня высыпание были и мне он так особо не подошел это были мои все пустые баночки в этом месяце и сейчас покажу вам моей сестрички пустые баночки и кто смотрит кто знает у нее очень очень чувствительная кожа я вообще мало что подходит поэтому знаете у нее так все выборочно очень она что-то пробует что-то тестирует многое не подходит она тогда продолжает пробовать поэтому ей как говорится сложно что-то подобрать но она пробует смотрит и конечно же редкость когда есть что-то прям реально нравится и подходит так что у кого тоже очень чувствительная кожа думаю вам будет полезно что-то тут посмотреть ну опять же у всех кожа разная безусловно начну с ее любимчик и и просто мастер этот батист сухой шампунь знаю что многим он очень нравится здесь у него такого plant power здесь не горденья цветочки в общем бамбук 200 миллилитров постоянно на его покупает и постоянно я думаю вы видите его в пустых баночках когда я показываю ее пустые баночки это ее любимчик это ее мастер принципе из видео видео об этом я вам говорю и думаю что многим этот батист нравится он очень популярен вот такой вот у нее крем целлюлитный против целлюлита до закончился здесь у нас получается вот он помогает при целлюлите при каких-то там жире понятно что крем у вас чудо не сделает да но как вы знаете можно использовать какие-то варежки какие-то такие вот тяжелые крема чтобы вот эту всю кожу как говорится эти мышцы дробить но понятно чудо у вас не произойдет крем принципе неплохой он неплохо очищает у него такая знаете нежная консистенция и нету никакого раздражения нету аллергиям на него запах правда у него не очень от него было очень много грязи потому что вы видите да как вот и от маска например вот этих вот которые глиняные тоже там по всей ванне естественно будет грязь в общем не сказала по на что он прям очень хороший и стоит его покупать что он чем-то допустим будет выделяться нет то есть вот его она вам в общем то в принципе не рекомендуют дальше у нее закончилась вот такая вот мицеллярная водичка виде геля это такая это даже не мицеллярная водичка это просто очищающий гель для лица для жирной чувствительной кожи здесь 400 миллилитров мне кстати он нравится от лара шпаза хорошо так очищает он это же кстати хорошо очищает у него такая неплохая нежная такая консистенция нету раздражения также нету аллергии у нее на него но если вы рассчитываете им смывать косметику особенно с глаз то он это с этим не справляется она ищет что-то чтобы знаете так вот пришли что-то виде вот такого геля нанесли и все как говорится и больше вам ничего делать не надо знаете такое какое-то средство которое смывает особенно макияж с глаз таким быстрым вариантом как говорится то этот этого не делать он безусловно и не заявлен что он смывает косметику он просто как очищающий гель вот как очищающий гель он хороший по цене он правда не из дешевых то есть его нельзя отнести к таким бюджет неким нет 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 но он неплохой как средство для умывания очищения кожи но не как для снятия макияж если вы также как и у меня и состричка ищет средство для снятия именно макияжа особенно макияжа с глаз то это конечно же средство не подойдет но повторюсь она и не заявлено да поэтому тут моему как говорится звездочки за это снять не можем но если вы ищете хорошее средство для умывания то вот оно неплохое также аллергии не вызывает тут вот она его может в этом плане рекомендовать но не как для снятия макияжа живот такого детский шампунь закончился от бренда vitex он идет с трех лет он покупает для своего сына ему уже 12 но все равно знаете чтобы глазки не щиплила и все равно знаете ребенок это и есть ребенок тут они как правило вкусные ароматы он не щипит глазки состав вроде бы неплохой но у него очень 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 большой расход он вообще не пенится тут его не купить и я кстати хочу заметить что я тоже не любительница шампуни который не пенится даже если у них натуральный состав все таки сложно как будто бы знаете промыть голову шампунем который не пенится поэтому я тоже их не люблю но и естественно vitex понятно здесь англии его не купить ее очередной просто маст хэв ее любимчик опять же он идет из пустых баночек в пустые баночки потому что она постоянно его покупает это просто дифирамбы нереально классный скраб это целлюлит киллер от beauty jar здесь кофе и имби классный супер скраб без слс без парабенов и вообще очень хорошо скрабирует принципе постоянно об этом я вам говорю и вы видите в пустых баночках в ее пустых баночках он постоянно присутствует то есть она очень его любит закончились у него такие две маски опять же они у нее уже были очень неплохие маски такие знаете на утро если вы хотите знаете у вас какой-то был такой какая-то вечеринка и на утро вам нужно просто быть как огурчиком это вот они они очень освежают продает такой свежий вид вид лица она их рекомендует и опять же видно по тому что они опять присутствуют пустых пустых баночках и и к этим маскам действительно стоит присмотреться потому что это тоже как видно не раз уже она их покупает повод шампунь закончился ребенок ее пользовался шампунь неплохой хороший пенится хорошо не щиплет глазки но единственное но и конечно же витокс здесь его не купишь в англии но и главный главный можно сказать претензия к этому шампуню здесь нарисована девочка у моей сестрички мальчик он уже на это обращает внимание он сказал так больше вне шампуня не покупай с девочками потому что это женский шампунь хотя понятно что он не женский но вот ему теперь уже это очень принципиально что никаких девочек ему тут на шампунях нарисовано не было так что если у вас мальчик имейте это ввиду закончилась также у него вот такая вот маска для тела так называемая с розой здесь вот натуральный ингредиент это австралийская маска она неплохая хорошо увлажняет правда грязи от нее просто море все будет в этой грязи понятно же глина да она как всегда все пачкает а если вы тело мажете ванне то естественно вся ванна будет у вас в этой грязюки так называемый так что вот имейте это ввиду вот такая вот маска у нее тоже закончилась так вот видите она выглядит такая вот как это тоже как угольная получается и эту маску вы накладываете вы ждете пока она подсохнет потом ее нужно снимать пленкой да то есть это такая пленочная маска против угрей вот получается ее вот получается ее такое название угольная маска до bio для проблемной и жирной кожи то есть нужно ждать она ее не рекомендует потому что она так присасывается к коже что ее просто нереально снять вы снимаете знаете с верхним слоем кожи она вообще не отдирается ее у меня сестричка и отмачивала и отпарила в общем короче если вы хотите вам нечем заняться и вы думаете чем бы мне себя занять то вы можете ее нанести в другом случае она вам не рекомендует потому что ну прямо на нереально трудно вот эта пленка снимается же у нее закончилось вот такое масло от бренда макро вита очень хороший бренд я вам тоже показывала и рассказывала про этот бренд аромат у него просто нереальные девчонки мы покупали вот не помню то ли в турции то ли на кипре вот уже не помню где мы его покупали но это действительно классное средство она ей очень очень понравилось она классно увлажняет кожу питает она может быть знаете не впитывается самым лучшим образом но аромат у него просто какой-то нереальный и вообще масло очень очень хорошего то но у нее закончилось у нее есть другие масла крема для тел вот когда они закончатся не знаю как но она будет искать где можно приобрести еще такой крем он действительно классный может быть если мы поедем на какие-то греческие острова то обязательно я тоже себе приобрету это действительно классно могу тоже от себя сказать мне тоже от себя очень понравилось 92 процента натурального состава супер масло просто ее вот любимчик из любимчиков к сожалению здесь вот я не видела чтобы его продавали этот бренд она будет искать не знаю как не знаю где но она его достанет так что вот это такой ее фаворит можно сказать в этом году также у нее закончилась вот такая маска для волос от бренда pantin маска в принципе неплохая она недорога и маска она неплохо увлажняет стоит просто ну недорого не сказать что знаете эта маска такая вот на постоянной основе то есть вы покупаете что такое в ней шикарное видите нет это такая знаете одноразовая акция то есть вы купили недорогую масочку временно попользовались и положили как говорится отложили и взяли какую-нибудь такую которую знаете там супер куда она кстати после этой маски неплохо расчесываются волосы в принципе неплохая маска в общем-то и от бренда панте лориаль закончился вот такой бонд репер кондиционер это была целая серия бонд репер здесь были два шампуня и такой кондиционер то есть вы сначала моете волосы одним шампунем потом вы моете вторым шампунем и потом уже вот таким кондиционером не сказать что это дешевая программа каждого такой бонд репер стоит где-то по десятке то есть понимаете около тридцатки тратите на весь этот комплекс и в принципе ничего вы не видите ничего абсолютно она не делает вообще от слова совсем средство ужасно даже самый дешевый шампунь лучше чем вот допустим какой-то шампунь из этой серии бонд репер поэтому она вам его не рекомендует вообще гель для душа вот такой вот маршмеллоу в 500 миллилитров здесь вроде бы изначально аромат такой очень приятный такой прям знаете маршмеллоу аромат ну буквально когда доходит до середины аромат становится очень очень химозным неприятным но таким знаете мерзким просто плюс сложно отсюда выходит этот гель для душа его нужно вот так вот переворачивать держать что все это стекалось и потом при открытии очень много естественно на губку сразу же выливается плюс конечно же держать в таком состоянии неудобно то есть ванне вы куда-то ставите здесь вот видите такая вот маленькая крышечка она постоянно сваливается получается что уже как бы не скатывается в общем огромные неудобства несмотря на то что вот видите она такая все красиво оформлена не советует она вам его брать потому что ну повторюсь видите у банка вся такая мятая перемята потому что выбрать оттуда этот гель для душа очень тяжелой конечно же аромат этот химозный ну сами понимаете да не очень приятно ванне мыться думаю все знают когда вот такой знаете неприятный аромат также у нее закончилась вот такая вот умывалочка от бренда simple это такой дешевенький брендик недорогой но ей он нравится особенно знаете для отпусков то есть она его берет для умывания для снятия такого легкого летнего макияжа конечно же если вы его собираетесь покупать когда вы при всем параде и использовать его как средство для снятия макияжа конечно она не будет с этим справляться но в принципе и не заявлено как средство для снятия макияжа поэтому ну понятно поэтому критерию его судить не нужно но здесь небольшой объем вот пуска понятно никакие знаете бандуры тащить с собой не хочется поэтому такой вот недорогой неплохой неплохое средство неплохое снятие для макияжа плюс еще ко всему такой легкий легкий летненький макияжик она смоет поэтому ну понятно мы все в поисках мы ищем чего-то новенькое поэтому вот мы сейчас в августе поедем в отпуск и она подыскивает что-нибудь чтобы именно ну наверное что больше что было заявлено как снять это макияжа потому что вот тогда можно использовать как средство для умывания лица так и для макияжа да потому что такое знаете как бы типа два в одном и если она не найдет что-нибудь такое в маленьком формате она еще раз купит вот это средство потому что дешевые сердито и в принципе все как говорится хорошо вот такое вот средство не закончилась это такая пена можно сказать для ванны она должна менять цвет она не особо меняла цвет она делала вот такой знаете коричневато-зеленый водичка становилась ну цвет так себе ну пена она не дает запаха тоже принципе она покупала для ребенка но ребенок вообще это не заценил ну знаете выбрасывает жалко как все мы за эти мамы вот ей пришлось просто доиспользовать уже эту баночку чтобы ну просто ее не выкидывать знаете это такого было хождение по мукам поэтому она вам его не рекомендует вот такой вот гель для душ у нее закончился от бренда витекс это такая была лимитированная зимняя коллекция очень химозный аромат просто нереально химозный то есть когда только она открыла эту упаковку такой знаете очень-очень пошел приятный зимний аромат вы знаете как вонючки вы ставите в машину сразу же такой прям сразу идет аромат но этот аромат очень быстро испарился как вот эти вот эти елочки в машинах и но здесь появился очень-очень химозный запах этот гель для душа не пенится в принципе вообще вообще ну я вот тоже не люблю допустим гели для душа который не пенится поэтому его она вам не рекомендует но и по большому счету это было лимитка поэтому тут уж можно не заострять на этом внимание вот эта маска от biore у моей дочки была умывалка от biore классное средство действительно более боролась с прыщами вот эта маска сестрички моей понравилась неплохо чистит бюджетная но пощипывает у нее лицо да вы знаете что ну по крайней мере кто смотрел знает что у нее очень чувствительная кожа то есть вы ее наносите эту маску и она превращается в такую пену да больше она ее не купит именно из вот этих вот из-за этого пощипывания да но так в принципе если у вас таких проблем нету то маска неплохая и недорогая зумно ей понравился вот этот серум он попался ей когда она покупала гаджет от foreo классный серум стоит он где-то 60 паундов и он безумно понравился он питает увлажняет насыщает кожу в общем классный классный у нее просто есть в данный момент серумы но как закончится она его обязательно купит это знаете ее такое прям можно сказать открытие года и сто процентов она купит полный размер в общем присмотритесь к этому foreo серому и он безумно безумно понравился такого тональное средство пробник у нее закончился от джорджио армани люминус ссылка как-то она его не распознала как-то вот он я напомнил чел чем-то вот этот вот от силу до wr и так он как маска на ней ложится но здесь мало было поэтому она знаете так вот не знает вроде бы вот окна хваливали он такой популярный был и то ли вот она попробовала то ли оттенок и какой-то был такой темноватый и поэтому сложилось такое впечатление знаете вот как то вот она стала сомневаться в том что действительно ли он еди не понравился или просто мало на его распробовала то ли оттенок не какой то есть такое знаете ее смутило вот именно вот эти вот множество хвали хваленых отзывов вот если то она бы, наверное, склонилась бы к тому, что ей не понравилось. Но так как его слишком много хвалили, она поэтому, знаете, так и засомневалась уже, а действительно ли он ей не понравился, или же она его не распробовала, или, может быть, оттенок не её. Также закончился вот такой вот пробничек, и их мы брали, вот эти пробнички, на выставке красоты в Лондоне, на которую мы посещаем каждый год, который мы ходим каждый год. Он такой тяжеловатый, не совсем он ей понравился, покупать она его не будет, этот крем. Хотя от себя могу сказать, что мне очень понравился, и я буду покупать. Ну, на этом всё, это все были её пустые баночки. Спасибо всем за внимание, всех целую, всем пока!